В зоопарке китайского города Гуанчжоу журналистам показали маленькую пандочку. Родилась она всего месяц назад. И вот ради взвешивания и небольшого обследования медвежонка ненадолго разлучили с мамой Мэй Цин. Малыш это или малышка, пока неизвестно. «Очень сложно определить пол панды в первые шесть лет после рождения. По нашим предварительным наблюдениям, это может быть девочка». Медвежонку измеряют вес, рост и температуру тела. Также выясняют содержание в его крови кислорода, частоту сердечных сокращений и характер дыхания. Все показатели в норме. Эксперты говорят, это благодаря маминой заботе. «Похоже, мама панда заботится о своём малыше достаточно хорошо. У неё сильный материнский инстинкт. И детёнышу хорошо с мамой». Вес пандочки сейчас составляет один с четвертью килограмм. Длина тела – 23 сантиметра. Это при том, что большие панды рождаются совсем крохотными, похожими на новорождённых хомяков. При рождении вес малыша составляет всего около 100 граммов. Это в 800 раз меньше веса взрослой особи. Примечательно, что даже если панда родит двоих, то выкормит она только одного, бросая второго. Когда этот малыш вырастет, то может достигнуть в длину полутора метров.